Еще такой момент, не знаю, насколько он кому важен или нет. Многие пишут, что я сделал просчеты в других клиниках, а у вас просчитал. Ну, примерно такая же цена, почему вы говорите, что у вас там дешевле. Либо даже у вас чуть-чуть дороже, на 100 евро, на 200, может быть, даже на 500. Ну, в зависимости, что заказывают, что просчитывают. Но потом, когда мы начинаем разбираться, сравнение материалов, допустим, то, что рекламируют в других клиниках, и какие просчеты они делают. Допустим, коронки идут турецкие, очень дешевые, и мы не просчитываем такие коронки. У нас идут немецкие самые дорогие материалы. Поэтому, может быть, на фоне того, что взяли немецкие материалы и посчитали с турецкими, и сравнили то, что вот у вас дороже. Тут надо смотреть. Также в рекламах всегда фигурирует самое минимальное количество лечения. Например, только за коронки или только импланты с коронкой, без каких-то других процедур, без лечения, без каких-то еще моментов, без операций, без костной пластики. Поэтому сразу человек видит просчет, да, сколько стоят импланты. Мы-то сразу считаем, там импланты, там костная пластика, там синус лифт надо поднять, там зубы полечить, там почистить, там вырвать. Очень много сразу мы считаем, смотрим, да, конечную цену и говорим. А человеку в другой клинике, просто я уже с этим постоянно сталкиваюсь, да, и объясняю вам, ему говорят, вот у нас там цирконий и коронки стоят турецкого качества какого-нибудь, либо самые там какие-то неприглядные, очень дешманско дешевые, вот, и там, допустим, турецкие, и турецкие какие-нибудь импланты, но не премиум качества, да, которые с пожизненной гарантией, которые лет на 10 всего ставятся. Я, например, в России делала корейские импланты себе, но у них срок 10 лет, и их уже надо менять, потому что там что-то внутри разрушается, то есть имплант импланту рознь, марка марки рознь, премиум качество, средний сегмент, эконом, это тоже, как бы, большая разница. Да, мы тоже можем заказать очень дешевые материалы, очень дешевые импланты, очень дешевые коронки сделать просто, ну, они не будут красиво, выгодно смотреться, будут как пластиковый рот страшный, да, и эти коронки не такие надежные. Тоже можем сделать так, но зачем? Я, например, своим клиентам просчитываю только немецкое качество, допустим, чтобы коронки были только лучшие, чтобы они, естественно, смотрелись. Не хочу я потом этих проблем с клиентами, да, чтобы потом какая-то была... То есть, когда вы делаете просчеты в одной клинике, в другой, вы всегда спрашиваете, из чего вам будут это делать, из чего? Потому что реклама, да, фигурирует, даже у нашей клиники есть в Германии реклама, да, где там, например, протезы все, там, все на четырех или на шести, там, стоит четыре тысячи, там, восемьсот евро и так далее, но это вот без учета операции. Это турецкие дешевые коронки, это маркетинг, понимаете? Вот. Пациенты из Германии всегда имеют выбор, им предлагают нормальные коронки и турецкие, дешевые, очень дешевые. Они выбирают дешевые, им так надо, но люди русскоязычные никогда не будут выбирать хрень откровенная Г, да, если знают, что, ну, с этим будут проблемы, это будет некрасиво. Я даже не предлагаю вот эти дешевые.